Это вторая часть видео из наших поездок по окрестностям Краснодара. На следующий день после того, как мы съездили на Лаганаке, об этом рассказывал в предыдущем видео, направились в другую сторону от Краснодара. Прокатились по берегу Черного моря до Туапсе, откуда свернули в горы. Немного поднялись на микроавтобусе вверх, где случился пешеходный поход на гору Индюк. Индюк – гора высотой 859 метров, расположившаяся на территории лесного заказника Причерноморский. Эта гора и несколько других подобных гор являются останцами – последствием древнейших вулканов. Интересна топономика, логично предположить, что как на Красноярских столбах местные горы называли потому, на что они похожи. Но тут крайне тяжело увидеть в горе образ Индюка. По одной версии, раньше гора действительно напоминала голову Индюка, но со временем порода выветрилась. Более близкая к правде версия, что это искаженное адыгейское слово химикушк, которое переводится как гора Индов. О походах по природе тяжело прям рассказывать, поэтому это видео больше для того, чтобы посмотреть, что там происходит. А смотреть там есть что. Наш путь пройдет через лес, где познакомимся с тем, как выглядит природа Краснодарского края в конце октября. Самое забавное, что саму гору Индюк почти не увидим. Там наверху к угасающим осенним цветам добавится мрачная погода и туман, что в принципе дает свою атмосферу. Еще по дороге зацепим растущие здесь съедобные каштаны и встретим оставленную кем-то мину времен Второй мировой. Выезд из Краснодара, конечно, ранний, когда в городе и не видно толком ничего. Поэтому сразу перемещаемся на трассу. Там я снял немного видео через заднее стекло микроавтобуса. Толком не могу сказать, где это было снято. Доехали до Джубги и далее дорога пошла вдоль берега Черного моря в сторону Туапсе. Там 56 километров пути. Черное море с этой дороги просматривается плохо, тем более через камеру. Зато интересные виды открываются, пока петляем по серпантинам. Мы всего неделю назад прилетели из Петербурга в Краснодар, поэтому вторая послесеверная осень еще воспринималась с некоторым восторгом. Ну и радует само осознание того, что я еду по берегу Черного моря не в отпуске, а тупо в обычное воскресенье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы должны были проехать по черноморским городам на ноябрьские праздники, но посмотрел на Туапсе со стороны, решил, что все выходные сюда тратить не стоит. Как минимум снаружи здесь не видно ничего такого, чего, например, нет в Сочи. От Туапсе сворачиваем в сторону гор, тут ехать еще 40 километров. Этот поход начался здесь, около реки Какуха. Путь начинается по горизонтальной плоскости. На старте по дороге встречаются дома. За ними мы как будто бы сразу попадаем в природу. Такой романтичный пейзаж с деревьями и неасфальтированной дорогой. Это мост, по которому проходят железнодорожные пути. Пока что все хорошо. Зелень вокруг и проезд запрещен. Дорога начинается через садоводческое общество и нужно пройти максимально тихо, чтобы никого не побеспокоить этим воскресным утром. И видимо уже на горизонте вырисовывается наша точка назначения. Я видел гору Индюк только в интернете по фотографиям. На самом деле не особо приглядывался, разглядывал как она выглядит. Возможно я ошибаюсь. Но судя по тому, что наш маршрут сегодня займет 16 километров, вполне вероятно это гора и есть, к которой мы идем. Тихо, тихо. Сегодня 24 октября 2021 года. У нас еще одна экскурсионная поездка. Мы все еще в Краснодарском крае. И в этот раз мы едем в Туапсинский район. Вернее мы уже здесь идем на гору Индюк. Осень, по-моему, везде выглядит красиво, пока листья остаются на деревьях. На юге осень длится подольше, чем в Петербурге. Последние картинки, которые мы собирали в первых числах октября. Вот она, сочинская флора. Там еще где-то были банановые деревья, которые не дают нормальных бананов. Простите. Дачный массив здесь абсолютно стандартный, с поправкой на местную флору. Можно хоть в Кыргызстан уехать, хоть в Сибирь, везде одно и то же. Сразу за поселком начинается подъем. Здесь как будто тоже дорога, но уже поагрессивнее. С этими ребятами мы сегодня поднимаемся. Здесь такой небольшой подъемчик. Потом будет вроде полога. Каждый раз забываешь, что такие маршруты мне уже не так легко даются, как лет пять назад. Красивая здесь осень. Листья, которые никто никогда не сметет. Такая почти первозданная природа. И вон там находится гора Индюк. Ее с некоторых точек здесь уже очень хорошо видно. Периодически останавливаемся, восхищаться окружающим видом. Теперь небольшой спуск. И на самом деле мне спуски нравятся меньше, чем подъемы. Потому что именно на спусках больше всего страдают колени. Кажется, что можешь идти гораздо быстрее. И хочется идти быстрее. Но потом это аукнется чуть-чуть попозже. В этих дорогах узнается наследие советского периода. Почему-то тогда много где вот так бульдозером резались в горы. Свежих подобных дорог я в жизни не встречал. По краям дороги то ли скалы, то ли просто камни. Вон видно вкрапления. И осыпалось чуть-чуть. И как же это все-таки красиво складывается в композицию. Деревья еще такие зеленые. Желто-зеленые, осенние. Не как мы вчера на Лаганаке смотрели. Вот она эта гора по левую руку. На самом деле казалось, что она гораздо дальше, когда мы только начинали восхождение, так сказать. Но очень стремительно к ней приближаемся. Выходим к сегменту, вдоль которого расположилась линия электропередач. Немного поднимаемся выше и сворачиваем уже в сторону леса, который под горой Индюк. До этой точки от начала маршрута шли ровно час, хотя казалось, будто минут 20. Здесь прямо лес. Такой романтичный осенний лес. По этой тропе мы не встретим ни единого человека. Вполне можно скататься в одиночку, проникнуться атмосферой. И ехать сюда нужно именно осенью. Летом тут будет жарко. Все-таки юг. Далее мне особо нечего сказать. Окружение вокруг будет изменяться по ходу пути минимально. Поэтому перескакивая по маршруту дальше, просто смотрим на картинку окружающей природы. Деревья потихоньку остаются без листьев повыше. Я гуська. Сейчас я гуська. Я гуське. Субтитры сделал DimaTorzok И вон там еще гора напротив в дымке Здесь гора Индюк Мы ее обходим и идем до горы Индюшка Где-то там дальше она должна быть По дороге несколько раз останавливались И вот как раз тут у меня получилось подняться над лесом на коптере Цвета уже конечно так себе С другой стороны еще успел застать золотую осень Дима Торзок Дима Торзок А вот гора Индюк возвышающаяся прямо над нами Снизу такого не увидишь Дима Торзок Дима Торзок Больше кадров с коптера не будет Да и Индюк мы в таком виде больше не увидим Сейчас стремительно испортится погода Все закроет туман А пока продолжаем свой путь Внизу как будто бы речка шумит Ну если бы не мы Здесь была бы такая умиротворяющая тишина Природная с речкой Где-то там птицы кричат И легкий ветерок Который качает листья осенние Оставшиеся к счастью Что-то мне подсказывает Что мы сегодня еще и под дождь попадем А отошли мы уже достаточно так далеко Возвращаться будет больно В окрестностях горы есть гроты и пещеры В годы Великой Отечественной В подобных местах прятались партизаны Здесь у горы Индюк шли ожесточенные бои В советское время территорию очистили От оставшихся мин и патронов Но кто-то до сих пор находит военные трофеи Даже мы там дальше по пути Встретим раскопанную кем-то мину В любом случае, думаю, с тропы сворачивать нежелательно Мало ли что еще не нашли Табличка, я думаю, про партизанов Со звездой Вечная слава героям Непонятно каким Павшим героям Пребывание в местах, где когда-то шли боевые действия Лично у меня вызывает небольшое напряжение Даже если после войны на этих минах Никто не подрывался Война все-таки влияет на атмосферу места Как напоминание Периодически встречающиеся памятники и обелиски Посвященные событиям Великой Отечественной А вот это сделала вода Смыла камень Это были сотни лет, наверное Если не тысячи Да и в принципе вот это ущелье сделала вода Когда по весне все тает Вода себе находит место, так сказать Вот здесь вот она течет даже сейчас Что интересно Такими нормальными объемами Что можно различить Маленький водопадик Чем выше поднимаемся Тем грустнее пейзажи вокруг Деревья, потерявшие листву Как будто переместились с октября в ноябрь Вот отсюда неплохо проглядывается гора Индюк Как собственно и те горы, которые напротив дымки А идти нам еще как передают 3 километра Если не ошибаюсь изначальных 5 Медленно вам выплывает то ли облако, то ли туман накрывает горы Но это все так же дико красиво Надо сказать, погода тоже играет на руку Так все выглядит контрастнее, чем когда светит солнце Да и идти не так жарко О, еще один родник Это даже побольше Это все такой непередаваемый осенний вайп Еще сейчас с ветерком, когда листья полетели вниз С туманом, с горами В общем, видео это не передаст, естественно Разнообразие ландшафта И еще один родник Так, видимо придется спускаться вниз Знакомиться с родником поближе Блин, это сколько времени это все Обтесывалось водой и ветром Чтобы до такой теснины разрастись Забавно туман ложится, он как будто вниз Прям видно, как он летит Сейчас и нас накроет, видимо Но, по всякому случаю, мне кажется Большую часть маршрута мы уже прошли И посмотрели достаточно Эти гор в осенних красках Но я все-таки надеюсь, что мы успеем добраться До конечной точки Но, даже если сейчас пойдет дождь Будет не так печально, как если бы он нас застал в самом начале Каштаны валяются, которые съедобные Вот так это дело выглядит Острое, как сипец И вон там прячется каштан Вот этот я доставать уже не буду Вот, красивый Вот этот, наверное, можно и достать Как в фильме ужасов туман спускается Прям можно видеть, как мы заходим в туман И тут, к слову, через два часа после старта Начинается самая атмосферная часть прогулки Когда туман уже накрыл, но еще не полностью И пространство между осенними цветами деревьев Заполняются этим белым ничем Можно отойти метров на 20 от группы И остаться в нигде Не видно, куда я иду Не видно, откуда я иду Камера, как обычно, снимает так, что объем непонятен Когда находишься там вживую Кажется, что через 10 метров от тебя Уже ничего не видно Кстати говоря, потеряться в таком тумане Как делать нефиг вообще Особенно если не знаешь маршрут И дорогу Благо здесь маршрут отмечен Вот такими синими точками Поэтому, если что, если что, я вернусь Группа осталась сзади со своей музыкой Что-то они там поют Это вот такой какой-то вид непонятного мне развлечения Когда люди приезжают на природу И привозят с собой город То есть ты как бы приезжаешь на природу Чтобы отдохнуть от города От шума Послушать тишину Реально послушать тишину Там, порелаксировать Но Нет, у всех вкусы разные Вышли, видимо, на основную тропу Здесь уже более полога Даже плоско, можно сказать И здесь на выбор идти налево Или направо И я склоняюсь к тому, что Нужно идти направо Сейчас главное какую-нибудь отметку синюю найти Чтобы понять, что мы идем по правильному пути А то, может, придется разворачиваться Или ждать группу Да, направление оказалось верным На этих кадрах вроде понятнее Насколько густой туман был вокруг И как никогда атмосферно попадаются венки Видимо, памятник Вечная память погибшим И вон там далее Даже больше что-то похожее на могилу С христианским крестом Теперь мы, поворачивая налево И идем вверх К горе Сомневаюсь, что мы сейчас Что-то такое осмысленное увидим Там из-за тумана Но у самурая нет цели У самурая есть только путь Это один из тех нечастных случаев Когда я одеваюсь по погоде Утром казалось, что курсу нужно оставить в автобусе Потому что шли Было жарко Там солнце светило периодически Тумана не было Еще один памятник Погибшим здесь когда-то солдатам Чуть-чуть позади То есть это маленькая горка То есть это скала Нагромождение камней Поэтому называется индюшка Вернее индюшонок Вот здесь вот мы сейчас спустимся Это будет индюшка И возле нее мы покушаем Посидим, отдохнем Потом будет привалом Мы поднялись выше И обошли гору индюк Против часовой стрелки Я это сам не понял Несмотря на повороты Здесь у нас состоялась еще одна пауза За время которой туман и ветер Залезли просто в каждую молекулу Моего существа Даже куртка не помогла И это была переломная точка После которой направимся вниз Вот так вот целая гора Осталась непокоренной И даже с дрона не могу ее посмотреть Потому что сейчас его запускать Бессмысленно из-за тумана Я сомневаюсь даже Что бы я его еще раз увидел Если бы запустил Спускались уже по другую сторону От индюка То есть не тем же путем А как бы продолжая маршрут И спуск это отдельное приключение Которому как и прежде Больше всего радуются колени То ли туман исчез То ли он наверху остался Но я вот вижу гору сейчас Прогулка можно сказать уже завершается Потому что мы движемся на спуск Еще буквально каких-то Два с половиной часа Может быть три как нам сказали И мы будем внизу В теплом автобусе Ехать в сторону Краснодара Вот мне кажется Мы все-таки рано спустились вниз Потому что на гору Индюк Можно было подняться И оттуда посмотреть На панорамы окружения Но вот мы уже спустились И оказалось Что туман спустился с нами Вернее сейчас Бывают раскрытые сразу лежат Вот еще Они уже все старенькие Смотрите Видите сколько их много? Мне стоит повернуться И я их вижу А вот это природная инсталляция Вроде как называется Каменным морем Это осколки каменные горы А вот и та предполагаемая мина А что это такое? Мина Серьезно? Это написано на бумажке Серьезно Посмотрите поближе А здесь оказалось Какое-то интересное сооружение За забором Еще за колючей проволокой Что-то там видимо Очень интересное находится Раз уж его так прикрыли Передаю, что это старый водозабор Ничего романтичного А мы все спускаемся И спускаемся Ничего уже не напоминает о тумане Который был буквально час назад Покруг нас И потеплело Надо сказать Тумана может уже и нет Но на юге достаточно быстро темнеет Сейчас 4 часа дня Но по стабилизации видно Что камере начинает не хватать света Если в этих листьях поискать Там еще будут каштаны Съедобные каштаны я встретил впервые в жизни До этого о них только в книжках читал Это такой продукт Внешне похожий на орех Мягкий внутри Дико сладкий Я бы даже сказал Приторный Вечно любителя Лично мне не очень понравилось Судя по столбам Линии электропередач Мы сейчас находимся Где-то недалеко от того места Где начали этот маршрут Зашли мы в горы С другой стороны Выходим Выходим непонятно куда Но где-то рядом Спуск такой средней тяжести Но уже с последствиями Колено Колено сдает До сюда сверху спустились Всего за час А мачты лэп обманывали Что мы находимся рядом С началом пути Можно сказать Обошлось у нас погода И под дождь мы не попали Туман был Ну туман и туман Прошли Посмотрели Как это выглядит изнутри Получил дополнительные ощущения Впечатления От этой прогулки Совсем немного нам осталось Относительно Я думаю минут через 20 Мы уже дойдем до места Где оставили автобус Маршрут однозначно классный Горы здесь классные Пейзажи вот эти вот осенние Сюда точно стоит съездить Осенью Возможно даже летом Но у нас так получилось Что мы вот именно осень Решили провести на юге В Краснодарском крае Поэтому попали сюда в этот сезон Летом говорят что там жарко И ходить особого смысла нету Так что мы попали сюда вовремя А линия электропередач Обманула ожидания раз в пять Плюс дорога расслабила Казалось что до поселка И асфальта прям совсем недалеко Блуждать нам еще полтора часа До самой темноты Вот она эта гора Уже снизу Там до сих пор туман Ну отсюда она сейчас Неплохо проглядывается Немножко загнулась Двадцатиминутной дорогой До автобуса Как будто уже столько идем примерно И по моим ощущениям Примерно столько же осталось На самом деле я думаю Может и больше Потому что мы как бы Возле тех столбов Возле которых начали Это восхождение сегодняшнее Но эти столбы Как-то очень сильно Друг на друга похожи Может быть Может быть тот столб С которого мы начинали Где-нибудь там впереди Нас ждет А может мы выйдем С другой стороны поселка Тут я не знаю Как нас гид повел Радует меня Что по мере спуска Вокруг появляется зелень И можно было представить Что сейчас лето А сейчас На секундочку Конец октября Вот будут уже последние дни И на следующей неделе Начинается ноябрь Но здесь уже совсем Все плохо видно Поэтому переместимся Большими кусками ближе к финалу Честно говоря Не уверен Что кто-то досюда досмотрел Поэтому можно было Хоть вообще не монтировать Эту часть Но в рамках жанра Мне нужно описать Весь маршрут Это все тропы В непосредственной близости От дачного поселка Думаю часа полтора прошел с того момента Когда я сказал Что осталось минут 20 Так Ну мы в общем спустились В какой-то железнодорожной станции 1860 км В пустой станции Есть своя романтика Примерно такая же романтика Была под тем мостом Откуда начинали идти утром На часах сейчас кстати 17.40 Как выяснилось Нам повезло Потому что пока мы лазали по горам Внизу прошел ливень Как помните У нас ничего такого не было И примерно по такой же дождливой погоде Мы направились по дороге Туапсе-Краснодар Ехать те же 3 часа В Краснодаре тоже был дождь Но ничего не значит Когда ты в теплом такси Едешь в квартиру Где уже включили отопление Первые выходные С тех пор как мы приехали в Краснодар Подошли к концу И мы с грузом новых впечатлений Полученных вчера и сегодня Отправились в сторону Грядущей рабочей недели Редактор субтитров А.Семкин